Глава Национального банка Кайрат Килимбетов сегодня сделал смелый прогноз. Он пообещал казахстанцам, что в течение ближайших трех или пяти лет в стране не будет девальвации. Банкир заявил, что валютная корректировка, произведенная в феврале текущего года, учитывает риски на ближайшее время. Эксперты, в свою очередь, назвали заявление Килимбетова опрометчивым. Марат Такулин узнавал, стоит ли доверять таким долгосрочным прогнозам. Как ни крути, а после очередного выступления главы Национального банка на язык просится пословица. После драки кулаками не машут. Но, по всей видимости, Кайрату Килимбетову не вдомек, что казахстанцы лишний раз нервничать начинают. И дело уже не в скрытой девальвации, а смелом прогнозе, который он дал сегодня в Сенате. Я хотел бы напомнить, что проведенная корректировка обменного курса в феврале этого года предусматривала в среднесрочной перспективе от трех до пяти лет все возможные риски, в том числе риски дальнейшего обесценения российского рубля в тех пределах и далее, которые мы сегодня наблюдаем. И в то же время предусматривала в том числе и сценарий существенного снижения цен на них. Более подробно Кайрат Килимбетов остановился на ситуации с российским рублем, отметив, что в данный момент наблюдается переход от так называемого управляемого плавания к свободному, дополнив, что в начале следующего года он укрепится в коридоре 41, тем самым дав намек на стабильность деньги. Однако стоит вспомнить прошлые прогнозы советника главы Нацбанка Олжаса Худайбергенова касательно девальвационных настроений в стране. В его объемные расклады стоит вчитываться, но то, что интересовало простой люд, экономист чаще всего отписывал в конце. Учитывая вышеуказанное, можно уверенно говорить, что до конца года никакой девальвации тенге не будет, а прогноз на следующий квартал полугодие можно будет дать в декабре. В свою очередь экономический эксперт Жангель Дышимшиков считает, что прогноз Килимбетова далек от истины и выглядит довольно-таки удручающим. Стремительное падение рубля потянет в пропасти тенге, учитывая, что республика и казахстанская валюта в частности напрямую зависят от сырьевых секторов. Если бы мы успели осуществить диверсификацию, то есть избавились бы от зависимости от сырьевых секторов, а в первую очередь нефтедобывающих, тогда можно было бы делать такие заявления. Укрепление тенге относительно рубля также не самый выгодный вариант для Казахстана, отметил эксперт. В рублевой зоне Казахстан может серьезно проиграть, и конкурентоспособность местных производителей, перерабатывающей промышленности, товаров народного потребления в рамках Евразийского Союза может значительно снизиться. Марат Токулин, Санат Амангалиев, Информбюро, Астана.